В Актобе родители погибшего солдата-срочника воинской части Уральска не верят в версию самоубийства. Колганат Аширов застрелился на посту во время несения службы. Убитые горем родители требуют провести тщательное расследование. Лейла Ауесова продолжит тему. Колганата Аширова предали земле в родном Актобе. Ему был 21 год. Груз 200 доставили самолетом из Уральска. Представители регионального командования БАТЭС принесли свои соболезнования родным и близким погибшего. Но на похороны не остались. Родные рассказали, в армию Колганата призвали полгода назад. Солдат часто общался с семьей по видеосвязи и никогда не жаловался на проблемы. Поэтому родители не могут поверить, что их сын покончил с собой. У него голова полностью раздроблена. Живого места нет. Это невозможно трижды выстрелить в себя. Я сама стрессоустойчивая и сын в меня пошел. Мы с ним постоянно созванивались. Никаких намеков. Сейчас все кругом говорят суицид. Но мы не верим, что он сам решился на самоубийство. Колганата Аширова призвали в армию в декабре прошлого года. Он служил в воинской части 55-17 нацгвардии в Уральске. После армии мечтал открыть свой бизнес, помогать семье. О том, что их сына нет живых, родителям сообщили 16 июня. Для выяснения обстоятельств ЧП проводится служебное расследование. Рядовой солдат в карауле, находясь в карауле, с оружием допустил саморанение. Бригада скорой помощи попали в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти военнослуживание удалось. В настоящее время следственными органами гарнизона проводятся доследственные мероприятия. Солдат находился в карауле в одном из исправительных учреждений города. При нем было оружие. По официальной версии, погибший допустил саморанение. Подробности дела не разглашаются в связи со следственными действиями. Однако родители Колганата Аширова требуют детально разобраться в причинах его гибели и категорически отказываются верить в то, что их сын добровольно мог уйти из жизни, застрелив себя. Лайла Уэсова, Жумар Тудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актубе.